МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Лето – пора свадеб. Одно из главных свадебных событий – это венчание молодоженов в храме. Красивая церемония, которая по своей торжественности превосходит роспись и свадебные застолья. Но уж количество ошибочных мнений, суеверий, стереотипов о венчании давно перевалило за любые рамки приличий. Сегодня крайне сложно встретить человека, который правильно сформулирует смысл, символику и значение венчания. Предлагаю обратиться за помощью к нашему постоянному гостю – священнику Максиму Курленко. Здравствуйте! Здравствуйте! Поговорим сегодня о венчании. Если пара решается на такой важный поступок, то нужно определиться со временем и ответить себе на вопрос, когда можно венчаться. Некоторые ждут этого события несколько лет, некоторые стараются венчаться в день регистрации брака в ЗАГСе. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Я думаю, что самое главное – это определиться не со временем, когда можно венчаться. Это не так сложно, потому что есть определенный календарь, там это дело десятое. Самое главное – определиться в сути венчания, зачем мне это нужно, что мне это даст. И важно, чтобы венчание изменило душу человека, преобразило вновь создавшуюся семью. В этом смысл. Смысл, чтобы семья наполнилась благодатью, верой, чтобы она была прообразом церкви. Как взаимоотношения есть Христа и Церкви, так же и взаимоотношения между супругом и супругой, чтобы вот этот духовный смысл вновь созданной семьи, он изменился. Изменилось бы качество семьи. Понимаете, вот человек состоит из тела, души и духа. И поэтому, когда мы говорим о единстве двоих, мы должны говорить и, значит, о единстве духовном в семье, душевном и телесном. Вот задача человека – вырваться из скорлупы своего эгоизма и научиться жить ради другого человека. Тогда он возвышается, тогда он раскрывает самые высшие качества своей души. Вот к этому мы призваны. Вот для этого и создан брак, чтобы через нашу жертвенность, через выход из своего эгоизма, через поверхность, по которой мы скользили когда-то и нигде не имели ни ответственности внутренней, делали, что хотели. А здесь мы учимся жить ради другого человека, призываем Бога в помощники, чтобы Господь осветил наш брак, вновь созданный союз. Вот, мне кажется, вот такие размышления должны быть у молодоженов, у тех, кто хочет венчаться. Но эти размышления должны появиться гораздо раньше, до того, как они пойдут в ЗАГС. Да, безусловно, конечно. Конечно, то есть здесь молодые люди, они должны понимать, что если они идут в церковь, если они идут к Богу, значит, они идут туда не просто потому, что это какой-то красивый обряд, что это в ряду всего остального там. Как я выглядела на венчании. Вот, то есть у меня была такая фата, такое платье и так далее. Здесь были такие наши родственники, вот это в памяти осталось, красивая церковь. Все, что-то в цепочке, вот, извините, но это нельзя поставить в цепочку вот этих вот внешних обрядовых каких-то событий прекрасного дня бракосочетания. Нельзя. Это то, что должно менять в корне вообще взаимоотношения между супругами, что должно их скреплять, духовно скреплять, раскрывая духовное единство. Там мы получаем в церкви некий дар, который впоследствии должен раскрыться. Так же, как в таинстве крещения человек получает дар духовной жизни, родиться духовно, родиться во Христе и взойти в образ Христов и через это войти в Царствие Небесное. Вот, и в таинстве брака также дается некий духовный залог, дар, который мы впоследствии раскрываем. И очень важно осмыслять то, что дается в таинстве брака, потому что поверхностный подход, он чреват тем, что люди не видят того главного, что дает Бог людям. То есть они дают Богу обет, что клянутся в верности, дают обет верности перед Богом и просят Бога благословения. И он через священника, через церковь благословляет, наполняет своей благодатью в Новосознанный Союз. И вот если брачующиеся, они исполняют этот обет, если они правильно подходят к той глубине, совершаемой тайны, потому что о браке есть такие слова в Священном Писании, тайна и сей велика, до конца она даже не раскрывается, а познается только действительно в жизни супружеской. Когда постоянно призывается Бог, когда не только мы двое живем, он и она, или дети, когда рождаются, но все это покрывается благодатью Божией, и на все мы просим Его благословения, мы всегда призываем Его. И тогда Господь будет учить нас, как нам вырасти и духовно, как нам раскрыться душевно, как нам быть в красоте телесной. Вот это все будет происходить в гармонии. Но когда, если внешне какие-то просто обрядовая сторона вопроса, человек так и не узнает, что ему было дано. И тот дар, который был ему дан, он так и останется где-то лежать вот в стороночке. То есть все-таки лучше зарегистрировать брак и венчаться позже, ну хотя бы на несколько дней. Ну, по крайней мере, нет. Может быть, даже не лето, вот отложить церемонию, действительно, венчание. То, что отложить, мне кажется, не надо откладывать. Ну, смотрите, пример такой. Садятся двое в лодку и начинают куда-то отплывать, какое-то море бушующее и так далее. Один другому говорит, может, мы все-таки заедем, там парус дают и весла. Он говорит, нет, давай еще мы так полгодика поплаваем, посмотрим, как там вообще, интересно плавать или нет, а потом заедем. Как что будет с лодкой, как она перевернется или нет, какие штормы бури будут. Все-таки Господь дает такую благодать, если искренне воспринять эту благодать, то тогда эта лодка непотопляема становится. Ведь сегодня у нас страшная статистика, количество браков равно количеству разводов. Почему это происходит? Почему до революции практически разводов не было? Понимаете, вот это вот можно сравнить просто те идеалы, которыми жили люди до нас поколения, и те идеалы, которыми живут сегодня. Вот и ответ на этот вопрос очевиден. Почему так происходит? Но если человек, даже если он где-то неправ, если он понимает свою слабость, она раскрывается в браке всегда. Он понимает слабость другого человека. Но Господь дает возможность преобразить эту слабость в силу. И он дает силу любить, он дает силу единства, чтобы это не разрушилось. Поэтому-то вот та лодка, которая идет под парусом благодати Божией, она непотопляема. Она дойдет до своего берега. Поэтому венчаться нужно сразу. И нужно сразу понимать, если двое говорят друг другу, я тебя люблю, я готов всю жизнь отдать тебе. Если действительно в сердце есть уже предначинание вот этого дара любви раскрывается, то тогда и нужно, мне кажется, уже поступать до конца в этом вопросе. Потому что искать что-то все время и сказать, что я посмотрю, как мы поживем, потом, может, другого поищу. То это с другим также надо терпеть в любом случае. Везде, всегда, в браке терпение, смирение, где-то кротость, где-то жертвенная любовь, умение подняться над собой, умение слушать другого, умение жить с другим. Все эти качества, они раскрываются. И не важно даже, в принципе, с кем живет тот или иной молодой человек или девушка. Потому что всем, от Адама и Евы, полюбить можно любого человека. И жить можно в браке с любым человеком. Поэтому поговорка такая древняя, терпеть, слюбиться, она имеет свое основание. Но нужно, вот действительно, если человек хочет быть счастливым и хочет иметь счастливую семью, нужно уметь в браке, вот, уметь в браке слышать другого, уметь раскрывать определенные качества души, уметь выходить из своего эгоизма. А Господь этому помогает. Если без Бога, ну не на что опереться, понимаете? Нет ни идеалов, нет ни молитвы, ни благодатного единения, ни силы, когда сил нет совершенно, и там в истерике женщина. А Господь, она помолилась, Господь ей дает силы, все, спокойненько. Она понимает, что где было не права, где завелась, почему, из-за чего и так далее. Вот так же и с молодым человеком. Хорошо, тогда как же нужно готовиться к венчанию, если это такой серьезный, ответственный шаг? То есть молодым нужно решиться, во-первых, морально, ну и подготовиться как-то физически, наверное. Значит, венчание совершается после регистрации брака. Обязательно. Обязательно. Я вкратце объясню, почему это происходит. Потому что, к примеру, представь ситуацию, двое повенчались без регистрации брака, на следующий день приходит женщина разъяренная и говорит священнику, вы помечали моего мужа, и показывает паспорт. Понимаете, такое может быть. То есть они венчались, он сказал, нет, я не женат, нет, а на самом деле женат. Вот чтобы такого не было, чтобы вот эти вот юридические вопросы, они не как бы мешали, вновь созданные семье, не создавали трагедии. Вот для этого и установлено сегодня, что, значит, венчание совершается после регистрации брака. Опаститься, причащаться нужно перед венчанием? Обязательно. Крестик с собой надеть? Обязательно. Крестик желательно, конечно, потому что христиане православные, они с собой носят крестик, да. Но поститься, причащаться – это желательно, но не обязательно. Разные жизненные ситуации бывают. Когда-то венчание было едино с богослужением, с литургией, то есть Евхаристией, и поэтому сразу же причащались. Вообще, это очень древняя практика венчания, даже благословение на брак, оно даже с первых веков христианства уже фигурирует в исторических документах. Требования к внешнему виду жениха и невесты? И как проходит сама церемония? Она долгая, долгая, длительная? Сколько времени занимает? Я думаю, что примерно минут 40. Минут 40. Да. Ну, внешний вид, оно и понятно, что внешний вид должен быть опрятным и не вызывать, соответствовать таинству, в общем-то, которое совершается. То есть у невесты должны быть прикрыты плечи? Ну, да. На голове, голова должна быть покрыта? Да. Да? Обязательно. И прическу тоже лучше сделать такую, чтобы представить, что будут возлагаться венцы, чтобы не нарушилась ни прическа, ни упали венцы, соответственно. Вот. Значит, макияж, вот там духи, говорят, тоже это все влияет на атмосферу. Желательно, чтобы, значит, макияж и духи, это все за территорией храма, это все возможно, пожалуйста, но во время таинства это может просто помешать настрою вот брачующихся. Само платье, оно должно быть достаточно, так сказать, длинное. Длинное, просто все равно, да? Ну, мужчина, там разговор, мне кажется, уже такой стандартной формы одежды. Галстук, рубашечка, костюм, туфли. А вот невестам обязательно нужно быть в белом платье? Ведь белое как раз символизирует невинность или... Да, чистоту, но это все символы, здесь обязательности такой нет. 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 То есть можно в платье любого цвета? Можно в платье любого цвета, чтобы не в горошек, чтобы не там так не вызывало. Наверное, вот кто присутствовал хотя бы раз на церемонии, больше всего запоминается вот эти вот венцы, говорят, что они тяжелые. Ну, я не знаю, как в разных они различаются, как-то они действительно тяжелые или не очень. Какие-то держат вот свидетели или вот друзья, жениха с инвестой. Да, шафер называется. Вот в чем смысл вот этого вот священнодействия? И этих венцов тоже, вот что они обозначают? До того, как подойти к венцам, еще там важный момент, есть колечки. Вот это обручение. Вот эти в истории, когда-то эти два чина были раздельно совершались. Сначала обручение, то есть они обручились, пообещали друг другу, значит, одели колечки как знак того, что они обручены, такое слово помолвка называлось. Это, может быть, происходило потому, что там супругам надо было уехать куда-то, и они не могли сейчас вступить в брак. Или потому, что они еще не достигли определенного возраста, а родители за них уже решили, что они вступят в брак. Раньше такое было. Но сейчас эти два чина, обручение и венчание, они объединились в один чин. Как правило, совершаются вот вместе. Поэтому перед венцами, о которых вы говорите, очень важно обратить внимание на то, что происходит обручение. Вот обручи колечки, вот обручаются, рабе Божий такой-то, рабе Божий такой-то. Одеваются колечки, потом они идут уже на белое полотенчико встают. Это тоже. Вокруг этого много всяких придумано обрядов. Вот непонятно, кто это придумал. Разведьте мифы, потому что многие придают очень много смысла, символики. Кто первый вступит на полотенце, тот и будет, значит, главой в доме. Но когда тут же они стоят на полотенце, им читают слова из Евангелия, что глава в доме уже понятна кто. Должен быть муж. Из апостольских посланий. Апостол Павел об этом говорит. Причем тут полотенце? Там про полотенце в Евангелии и в Новом Завете ничего не сказано совершенно. Там смысл другой. Поэтому магическая сторона вопроса, она должна быть как-то преодолеваема. Преодолевается она только верой и пониманием того, что происходит во время таинства. А вот еще какие символы? Свечи специальные? Вот, символы. Дальше встают на полотенце, оно тоже обозначает чистоту. И то, что, в принципе, вот единая как-то, единая такая территория будет у врачующихся. Одна на двоих. Да, одна на двоих, где они будут переживать и радости, и скорби. Все вместе. Это тоже просто все наполнено некоторыми символами, чтобы душа как-то правильно настроилась. А потом уже, соответственно, и венцы. Ну, священник там прочитывает определенные молитвы, где вспоминаются древние патриархи, где вспоминаются супружеские пары, которые перед Богом явили плоды своего служения. Авраам и Сара, Исаака и Ревека, Захария и Елизавета, и Аким и Иоанна, родители Богородицы. Вот они вспоминаются. И священник вот читает определенные молитвы, где врачующиеся благословляются. И спрашивается у Бога благословение, благодать Божия. А потом уже происходит само венчание. Вот возлагаются венцы. Венцы, символ венцов – это венцы царские. И в то же время венцы мученические. Потому что это говорит об таком царском достоинстве, об определенном новом качестве брака. То есть были просто, можно сказать, когда-то друзья, потом муж и жена перед народом, перед обществом. А здесь муж и жена уже едины перед Богом. Совершенно другое качество. И Бог дает, наполняет это иным качеством. И читаются отрывки из Священного Писания. Очень важен отрывок из Евангелия, который говорит о первом чуде, которое совершил Господь в Кане Галилейской. Притворение воды в вино. Здесь есть некий символ очень важный. Именно на свадьбе совершил Господь это чудо. Его пригласили на свадьбу, и Он там совершил это чудо. Была вода. Это определенное одно качество. Вода необходима для жизни. Но это вода. А вино – это уже иное качество. Понимаете? Вот брака и единство в браке, что подает Господь в таинстве венчания. А в апостольском послании говорится о том, что муж... О том, что семья уподобляется церкви. Вот образ Христа и церкви, взаимоотношения Христа и церкви. И вот образ взаимоотношений жены и мужа. И дальше говорится о том, что муж, чтобы он любил свою жену, готов был пожертвовать так, как Христос. А жена, да убоится своего мужа. Убоится – это значит, чтобы она боялась его огорчить. Так же, как вот мы. Боимся огорчить Бога, если Он нам открывает свою любовь. Чтобы она умела хранить эту любовь. В этом смысл. О том, что муж – глава – это действительно Богом установленный факт. Скажите, пожалуйста, обязательно ли присутствие родственников все-таки? Это не обязательно, но, как правило, это происходит. А сколько вот это все-таки, гуляясь за свадьбой, например, я не знаю, в этот день поженились, приехали в храм. Вот представляете, вся эта толпа. Это не мешает венчанию, самому таинству? Или все-таки рекомендует батюшка или священник, перед тем, как молодые приходят на венчание, там ограничить круг? Нет, я здесь проблем не вижу. Хоть полный храм пусть будет, но чтобы все радовались и все понимали, что совершается великое таинство. А вот съемка фото и видео, она мешает? Ну, это тоже, пожалуйста, я думаю, нет, заранее просто обговариваются некоторые вопросы, чтобы фотографы не ходили, вот, где определенное есть, вот, так сказать, пространство перед священником, перед царскими вратами, чтобы обходили или слева, или справа. Но это все обсуждается. Пожалуйста, это можно все снимать, но заранее обговаривать с настоятелем. Чем заканчивается сама традиция вот эта вот венчальная? Они выходят оттуда в каком качестве? Они муж и жена уже? Да, они уже муж и жена, да. Перед народом и перед Богом? Да, и перед народом, и перед Богом, совершенно верно. Они выходят в совершенно ином качестве, в благодати Божией, которая их будет преображать, их будет сохранять в течение жизни. А что-то им дается, там, какие-то иконки, свечи, что-то они с тобой... Венчальные иконы обязательно, да, это в конце, в самом конце священник выносит венчальные иконы и благословляет жениха и невесту. Как правило, они хранят всю жизнь, так же, как венчальные свечи. А венчальные свечи, вот еще очень много предрассудков касаемых венчальных свечей. Ну, там, в гроб кладут и так далее, да? Да, вот что, расскажите, что правда, что нет. Нет, вот венчальные свечи, ну, это просто свечи. И тоже, знаете, особого магизма здесь предавать не надо. Это просто, ну, определенный предмет, свеча, как символ нашей жертвы, символ нашей молитвы, напоминает нам о том, что когда-то происходило великое таинство, соединяющее жениха и невесту. Вот, не надо сильно много придавать этому внимания. А вот иконы, это, мне кажется, здесь внимания нужно держать больше, потому что иконы мы видим всегда. Потому что, как правило, их ставят в красный угол, на них молятся, читают молитвы, они напоминают чаще о совершенном таинстве. Ими благословляют, может быть, уже детей, родившихся, которые также выходят замуж или женятся. Ну, иконы должны, вот они, храниться в семье и передаваться поколение к поколению. Хорошо бы, если бы это было так. Это раньше такая традиция была. То есть, ну, должно быть так. Да. Ну, должно быть так. Да, да. Хорошо. Тогда вот православная церковь не одобряет повторные браки. Но если так случилось, что венчание, вот человек хочет еще раз обвенчаться. Он был обвенчан до этого, и у него повторный брак, и он думает, что все здесь. Я вот на 100% уверен, в первый раз была ошибка. Как вот в этом случае? Разрешается только повторный брак в том случае, если от семьи уже ничего не осталось. Только одни осколки. Если кто-то из членов рассматривает бракоразводная комиссия, она есть при каждой епархии. То есть, да, приходит, значит, супруга и говорит о том, что мой муж мне изменил, он ушел с другой, и он разрушил семью, весь наш брак, и дается разрешение на повторное венчание. То есть, чин развенчания нет как такового, меня часто об этом спрашивают, чин развенчания. Его нет в церкви, но есть разрешение на повторное венчание. Дается в крайних случаях, только когда действительно от прошлой семьи ничего не осталось, кто-то был в этом виновен. Определяется, кто был в этом виновен. Кто совершил предательство вот этого обета. А можно ли венчаться человеком, который до этого был в браке, тоже был обенчен? А вот тот, который за него сейчас выходит замуж или женится, он не был? Все сложные вот эти кульбиты такие, они рассматриваются отдельно. Каждый случай рассматривается отдельно. Но по-канонически, значит, венчание разрешается до третий раз. Уже были случаи в истории, когда третий раз разрешалось, но это уже в церкви, в принципе, воспринимается как такое послабление, что как брак уже, в принципе, не воспринимается, но уж лучше так, чем блуд. Вот таким образом. А четвертое канонически уже запрещено. То есть три раза еще можно. Что значит можно? То есть вся полнота благодати, она дается вот именно в первое развенчание. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. А там уже по немощи людей и по конкретным жизненным ситуациям надо смотреть. А часто вообще у нас сейчас венчаются? Есть какая-то статистика? Я не знаю, вы сами лично замечали. У нас появилось количество обвенчанных пар. Больше стало или... Я думаю, что больше, потому что людей больше стало идти в храмы. Даже достаточно на праздниках посмотреть, вот сколько людей в больших крупных храмах нашего города. И таинств совершается больше сейчас. Но хотелось бы пожелать все-таки того, с чего мы начали. Чтобы эти таинства, люди шли подготовленными на совершение такого таинства. А есть какой-то календарь венчальный? Календарь есть. В какие-то дни можно, в какие-то дни нельзя? Значит, венчание не совершается в какие дни? Не совершается в посты. Четыре поста у нас есть в больших. Рождественский пост, значит, Великий пост, Петра и Павла и Успенский. В эти дни не совершается венчание. Потому что, ну, пост. Дальше. Однодневные есть посты. Вот под этот день, если завтра крестовозвижение, к примеру, сегодня венчание тоже не совершается. Дальше. Под среду и пятницу. Потому что это тоже постные дни в течение года, где крестьяне постятся. В среду крестовозвижение был предан, в пятницу распят. То есть во вторник вечером и в четверг вечером не совершается. Почему не совершается? Потому что венчание подразумевает, что вновь создана семья, брачный союз, супружеская близость, а, соответственно, на следующий день праздник. Или это, значит, постные дни, или это праздник в церкви. А в праздник нужно постараться как-то держать себя в духовной чистоте. Поэтому и не совершается в эти дни. И календарь этот можно найти в интернете, набираете, допустим, календарь венчания на 2013 год, и там все дни отмечены, когда совершается, когда не совершается. Ну и можно подойти, наверное, к своему священнику, если у человека есть, кому он постоянно ходит в свой храм. Спасибо большое, отец Максим. Тема очень большая, очень интересная. Я думаю, что вопросов появится очень много, и наши телезрители с удовольствием обратятся к вам, если вдруг такая надпись появится. Да, я был бы рад. Спасибо, Господи, ангелохранители. Программа «Духовная жизнь» уходит в отпуск. Мы увидимся с вами в новом телевизионном сезоне осенью. Но из вашего поля зрения мы не пропадаем. Вы всегда сможете посмотреть повторы передачи в интернете. Если у вас возникли вопросы к священнику Максиму Курленко, вы всегда их сможете задать ВКонтакте в нашей группе «Национальная телерадио компания Чувашия». Там же можете оставлять свои отзывы, предлагать темы для беседы. Я желаю вам мира и добра, незабываемого лета. До встречи в эфире «Национального телевидения Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова